Решение проблемы для одних и головная боль для других. В Покровку, куда перестал ходить 32 маршрут, запустили другой, 64-й. Все для того, чтобы решить транспортные проблемы большого микрорайона. Почему устраивает это не всех и есть ли альтернативный выход, тему продолжит Виктор Бородин. Я зимой, я вот так бы и вообще не ездила туда в город, мне вот сейчас нужна. Из солнечного до центра Анна Зайцева ездит за лекарствами для мужа. На улице, где живет пенсионерка, ходит только один автобус, 64-й. По словам женщины, ждать его приходится по полчаса. Но главное, что маршрут теперь проходит через Покровку. А это значит, что и без того неблизкий путь до центра стал занимать еще больше времени. Кто это придумал? Вот честное слово, ну кто это придумал-то? Мне надо ехать даже до Горького. Вот сейчас езжу и размышляю, пока я Покровку проеду, это скольки. Вопрос, зачем проезжать через Покровку, удивляет и других жителей Солнечного. Но они надеются, что это временные трудности. Больше всего людей беспокоит именно интервал между автобусами. Для меня не критично, может для кого-то критично в морозах. Потому что в минус 50 здесь из окон видно было, что очень легко походить автобус. В связи с тем, что в Покровку он заходит, конечно, интервал увеличился. Я уже стою, наверное, минут 15. Ну вот, наверное, сейчас подойдет и уеду. А вот жители Покровки вопрос, зачем, даже не обсуждают. Автобус здесь нужен. С 32-м намучиться успели. Ждать его на остановке иногда приходилось больше часа. Альтернатива – идти пешком до Шахтеров, а это 2-3 километра. 64-й все же ходит чаще, чем предшественник. Но возмущаться жители Покровки не перестали. Автобусы ходят отвратительно, хочу вам сказать. Это еще не началась зима. А потом начнется мороз, начнется опять поломка автобусов. Как в прошлый год я стояла, 2 часа. О том, что 64-й автобус теперь заезжает и в Покровку, здесь знают далеко не все. Например, на информационных табличках возле остановок только 32-й маршрут. Мобильные приложения пока также не успели обновиться. Здесь старые остановки. Игарская площадь Победы, рынок Енисейский. В департаменте транспорта говорят, 64-й автобус действительно решение временное. Контракт с перевозчиком 32-го маршрута еще не расторгли. Кто, а главное, когда на постоянной основе зайдет в Покровку, пока также неизвестно. По срокам непонятно, потому что предварительно мы уже разговаривали с перевозчиком. Но, к сожалению, экономика, она есть экономика, и перевозчики отказываются на него работать. Точно понятно, что маршрут, по которому будет ездить новый перевозчик, не будет сильно отличаться от 32-го. Главное – сохранить связь Покровки с Октябрьским районом, в частности, с Сибирским федеральным университетом. Виктор Бородин, Дмитрий Комаров, 7 канал.